Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами о своих впечатлениях о марафоне, который я прохожу. Марафон для меня стал нечто большим, чем я даже ожидала. Первоначально я шла для того, чтобы просто начать писать. Итак, основным условием в марафоне было участвовать каждый день, выкладывая по посту в 33 дня. Измерив свои возможности, сопоставив со своими желаниями, я поняла, что этот марафон для меня, потому что я постоянно сливалась. И вот здесь был такой импульс от Виктории, которая написала «Давай с нами». Я недолго раздумывала. И когда я пришла на марафон, я, честно говоря, даже не ожидала, что он мне даст. Но сейчас, поскольку я понимаю, что в течение уже нескольких дней я постоянно концентрирую, я возвращаю и концентрирую внимание на себе. Не на ком-то другом, как мы это привыкли делать, а именно на своих ощущениях, на своём теле, на своих мыслях, на своём поведении. Для меня марафон стал не просто выгрузкой мозга, а честно, ребята, я даже не могу понять, откуда берутся тексты. Потому что буквально каждое утро мне хочется писать. И эти тексты, они берутся как будто из ниоткуда. Но вот те фразы, которыми я играюсь, те ощущения, которые я получаю, я вам даже больше скажу, ребят. Вы знаете, это своего рода терапия. Причём за те деньги, которые я потратила на марафон, я считаю, что я уже получила гораздо больше, чем вообще возможно было. Я знаю, сколько стоит сейчас терапия. И я была очень сильно удивлена, что буквально за этих каких-то 15, ну завтра уже будет 17 дней участия в марафоне, мой мозг начал перестраиваться. Я стала себя совершенно по-другому чувствовать. Я выгружаю всё то, что во мне кипело, во мне бурлило, во мне болело. И я делаю это в определённой какой-то форме. Где-то шутка, где-то это просто рассказ, где-то это обзор трансформации, которая со мной происходит. Ребят, я не буду расхваливать совершенно очевидные вещи, потому что те люди, которые начали, которые проходят этот марафон, а я читаю практически всех ребят, которые участвуют сейчас в марафоне, и я понимаю, куда я двигаюсь. В моей голове разлаживается всё по полкам. Я получила столько вкусной информации, я получила столько интересной информации о себе, потому что я впервые за много-много лет прислушалась к тому, что происходит внутри меня. И буквально за какой-то короткий срок у меня щёлкает постоянно в голове какая-то мысль, какое-то осознание. Причём это настолько глубоко, что с этими осознаниями становится легче жить. И мой восторг я не могу передать словами. Я постараюсь это сделать в текстах, потому что каждый пост для меня — это изюм. Для меня это познание того, от чего я всё время бежала. Я не знаю, что будет после марафона. И я не знаю, что будет в течение марафона. Я поняла, что я не хочу ничего знать. Я хочу наблюдать за тем, что будет происходить. Я впервые в жизни чувствую вот эту лёгкость, когда у меня есть определённая цель. Но качество движения к этой цели, пути движения к этой цели я выбираю каждый день. И каждый день я делаю какой-то новый шаг навстречу себе. Для меня это очень много значит. И я могу со стопроцентной гарантией сказать вам, ребята, поскольку я знаю, сколько сейчас стоит терапия, и этот марафон, он стоит гораздо дороже по качеству наполнения того, что происходит в процессе. И это тот самый путь, которого я так ждала. Я так этого хотела. И наши мысли материальны. Я здесь. И я благодарю. Я благодарю моего куратора, Анечку. Это просто волшебный человек. Душа поёт. Глаза огоньками сверкают. И каждое её доброе слово очень дорогого стоит. Девчонки, которые поддерживают постоянно каждый мой пост. Я понимаю, что я на волне. Я понимаю, что мы находимся в одном поле. И находиться с ними в одном поле очень дорогого стоит. Ребята, девчонки, вы самые крутые. Вы самые интересные. Я через вас себя познаю. Я, читая вас, понимаю всё больше и больше, что происходит со мной внутри. И, безусловно, вишенка на торте. Это, конечно же, Нелли, которая создала этот движ. Я вам могу сказать, что благодаря этому марафону у меня начался в жизни движ. Я так долго сидела. Знаете, почему долго сидела? Потому что после 40 лет, когда эта дата, так сказать, подкралась ко мне, и многие люди называют этот промежуток временем, как бы, седина в бороду без в ребро. В какой-то момент я реально потерялась. И благодаря тому, что я сейчас нахожусь здесь, нахожусь в этом марафоне, нахожусь в этом поле, я начала находить путь к себе, путь к себе настоящий. Я перестала бояться выражать свои мысли. Я начала говорить всё то, что я думаю, говорить это через рот. Не делать так, чтобы люди за меня что-то додумывали, а говорить, как оно есть, как я это чувствую. И я не боюсь теперь этого. И мне от этого классно. У меня запустился движ. Я запустила марафон свой. Мои девчонки, которые в марафоне, они делают, они двигаются. И я теперь уже только понимаю, что движение – это жизнь. А буквально до марафона мне практически ничего не хотелось делать. Я лежала на диване, и я не знала, что с собой делать. Я не знала, куда идти, зачем. А сейчас я делаю это через интерес. И мне стало интересно жить. Мне интересно, мне азартно. У меня включается всё чаще тот самый маленький ребёнок, которым я не успела побыть, потому что у меня не было того детства, о котором рассказывают некоторые люди. Я так думаю, что счастливые люди. Но я свою сейчас программу перезаписываю. И не просто перезаписываю, я включаюсь в этот процесс. И всё это благодаря марафону. Ребята, я считаю, что для меня это подарок. Это шикарный подарок. Знаете, когда готов ученик, приходит учитель. И вот сейчас мне хочется реально просто заткнуться и слушать. И не включать свою умную голову. Знаете, как говорят, если ты такая умная, то почему ты такая бедная? И если ты такая умная, то почему живёшь как дура? Я сейчас круглая дура. Я этому рада, потому что я заново познаю этот мир. Но теперь я познаю этот мир с позиции ребёнка, который смотрит на него, который влюбляется в него, который каждый жест, каждый миг проживает по-другому. Я благодарю Нелли за то, что она появилась в моей жизни. Потому что это очень-очень круто. Я счастлива. У меня уже написан на завтра текст. И у меня руки чешутся, чтобы выложить следующий текст. Но я дождусь до завтрашнего утра. Потому что я очень хочу быть здесь. Я очень хочу посмотреть. Мне очень интересно посмотреть, что будет со мною дальше. Но то, что я чувствую, мне очень нравится.